Здравствуйте, уважаемые друзья! 17 августа исполняется 5 лет со дня интронизации блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, Ануфрия. Как предстоятель блаженнейшего владыка неустанно трудится на благо Украинской Православной Церкви, заслужил большую любовь и уважение многомиллионной паствой. Коллектив телеканала «Глаз» желает нашему предстоятелю многое и благая лето, сил, мудрости и помощи Божией в его архипастерском служении. Сегодня поговорим о следующем. Церковь в честь изнесения честных древ животворящего креста Господня. Храмовый праздник на Киеве. Преподобный Моисей Угрин честово несвятовано Закарпатья. Древние традиции в современной архитектуре, как на Одессе, строят базилику. Быть христианином значит помогать ближнему. Волонтеры организации «Молодость» неравнодушно рассказывают о своей деятельности. Недалеко от Киева, в городе Бойерка, располагается единственная в Киевской области церковь, посвященная празднику изнесения креста Господня. В храмовый день в нем побывала наша съемочная группа. Из-за болезней, массово распространившихся на исходе лета в Византийской империи, еще в средние века в Константинопеле утвердился обычай выносить для поклонения крест Господню. В течение двух недель Успенского поста древо крестное носили по улицам столицы, где народ имел возможность поклониться святыне и попросить у Христа его божественного покровительства. В 9 веке официально установили праздник изнесения креста Господня, который мы отмечаем 14 августа по Новому стилю. Этот храм возвели в 2006 году на территории Бойерского лесничества. На относительно небольшой территории появились храм, колокольни, часовни и здания воскресной школы с крестильней для взрослых. В честь изнесения честных древ решили осветить этот храм сами лесоводы, потому что церковь строилась по инициативе тогда еще Комитета лесников. Лесоводы Украины захотели, чтобы у них была своя святыня, и было решение построить здесь храм с таким названием. И тем более они хотели, чтобы что-то было связано с деревом, с древом, а этот праздник связан с этим особенным древом Господним, на котором был распят Господь. И потому так и назвали этот храм. Храм хоть и стоит на окраине, в стороне от жилых массивов, однако быстро стал популярным у боярчан. Эту церковь очень люблю, потому что она маленькая, она уютная, здесь всегда можно найти для себя место. Она не закрывается, как некоторые другие. Очень люблю этот храм, но, к сожалению, сюда очень неудобно добираться. Красивый. Если вы видели храм, знаете, какой он и красивый, как отец Андрей заботится о нем, какой он уютный всегда. Вся боярка знает, что здесь самый красивый храм. А в день престольного праздника в храм люди идут весь день и помолиться, и осветить мед. На работе вырвалось на пять минуточек. Как уже успела, так успела. Наш батюшка говорит «Приди, хоть замок поцелуй, но в храм приди, как смог». Уже Бог увидит тебя. Очень приятный праздник, потому что все цветет вокруг солнца. Очень хорошая погода, и, соответственно, есть такое настроение и желание посетить церковь, сходить, посетить такие красивые букеты. Кстати, боярский приход в честь из Осения Креста Господня пока единственный в Украине, расположенный на территории лесного хозяйства. 6 августа православные почтили память благоверных князей-стрататерпцев, Бориса и Глеба, а через несколько дней церковь, вспоминала святого, который был связан с этой княжеской семьей преподобного Моисея Угрина. Как отмечали День памяти святого на Закарпатте, смотрите в сюжете. Торжественное богослужение состоялось в День памяти преподобного Моисея Угрина в Николаевском женском монастыре города Мукачево. Возглавил его митрополит Хусский Виноградовский Марк в сослужении с митрополитом Мукачевским и Узгородским Феодором и викарием Хусской епархии, епископом Угольским Симеоном. Преподобный Моисею Угрина по происхождению был венгром. В юности поступил на службу князю Борису. Последили князя-стрататерпца от рук воинов святополка. Моисей Угрина служил его сестре, княжне Предславе. Впоследствии лопал в плен в Польшу. Там тайно принял монашеский постриг, отказавшись от женитьбы со знатной полькой, за что его подвергли тяжелым ухудом. В конце концов, святому удалось выбраться из неволи. Он пришел в Киев к преподобному Антонию Печерскому и до кончины жил в пещерной обители. Его мощи покоятся в ближних пещерах. На Закарпатии особенно почитают Печерского преподобного. В 1996 году правую руку святого перенесли из Киева в Мукачевскую обитию. Ежегодно в День памяти святого здесь проходят торжества. В этом году в обители собралось 80 священнослужителей и много верующих. Присутствовали священник, диаконы, верующие из Венгрии. Один возглас с алтаря раздался и на венгерском языке. По завершению литургией состоялся крестный ход со святыми мощами преподобного Моисея. О богослужении в болгарском затопленном храме и реставрации в монастыре близ горы Синай. Об этом они только дали в Международных новостях. Завершились реставрационные работы в монастыре в честь святой Екатерины у подножия горы Синай. Во время работ полностью благоустроили территорию, прилегающую к древней обители, отремонтировали дороги, создали большие парковочные зоны, установили электронную систему сигнализации. Реставрация осуществила Египетское министерство по делам древности с целью увеличения числа паломников и туристов. Израильские археологи обнаружили на месте евангельского города Вифсаида остатки храма, возведенного на месте, где стоял дом, в котором жили апостолы Петр и Андрей Первозванный. Ученые обнаружили мозаичный пол, позолоченные остатки настенной мозаики и фрагменты мраморной алтарной ширмы, некогда украшенной венком. По словам руководителя археологической группы, обнаруженная церковь соответствует первому ее описанию, которое датируется 725 годом. Впервые после 56-летнего перерыва была совершена божественная литургия в затопленном храме в честь святого Иоанна Рыльского в болгарском селе Жребчево. Церковь оказалась в воде в результате строительства плотины на реке Тунжа. В последние годы из-за падения уровня воды водохранилище храм снова оказался на суше. Это побудило местных жителей поставить вопрос о восстановлении святыни. В румынском городе Янка состоялся фестиваль «Времена старинные». Мероприятие организовал городской музей совместно с местным православным приходом. В фестивале приняли участие деятели культуры, учителя, священники, студенты. Цель фестиваля – воспитывать уважение к традиционным румынским ценностям и рассказать о местной культуре школьникам и студентам. Программа состояла из показа традиционного сельского дома, предметов домашнего обихода, а также выступлений представителей духовенства, учителей и выдающихся личностей региона. Базилика IV века как образец для современной постройки. Такой проект воплощает при строительстве духовно-культурного центра в городе Арциз Одесской области. Как древность соединяется с современностью, смотрите далее. Архитектурная форма базилики имеет тысячелетную историю. Таких зданий было различное назначение. Христианство базилика стало одним из основных типов храмов. В IV веке это роскошное сооружение, состоящее обычно из окруженного портиками двора, по одну сторону которого были входы в основной зал храма. Напротив главного входа в церковь находится монументально оформленный вход-подвор. Там располагался фонтан для омовения. Одной из самых главных особенностей древних христианских базилик IV века является господство внутреннего пространства над внешним оформлением. Сейчас архитектурные традиции древнего христианства восстанавливают в городе Арциз в Одесской эпатии. Православный верующий ваглодез Протаиреем Геннадием Мартыновым строят духовно-культурный центр. Недавно митрополит одесский из маиста Агафангел совершил здесь закладку храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей. Когда все будет благолепно, благоустроено, сюда будут приезжать туристы, паломники для того, чтобы посмотреть это историческое красивое место с колоннами, которое будет напоминать об историческом местах нашей христианской культуры. На этом месте был в прошлом железнодорожный дом культуры. И здание очень по архитектуре напоминало древнюю базилику. И у меня давно веяла такая идея, чтобы это как-то объединить, хотя бы дворик достроить. Начали мы достраивать дворик в античном виде. Это атриум называется на языке архитектуры. Внутренний дворик или еще называется итальянский дворик. И эта идея дворика, она в большей степени для меня была как ощущение нейтрального присутствия. То есть для людей, которые еще не знают церковь, но могут уже находиться в церковном дворе, то есть необязательно еще заходя на богослужащие. И здесь место предусматривает встречи родственников, друзей, с чаепитиями, с беседами, духовные концерты. То есть он располагает к такому более нейтральному состоянию. Старое здание Дома культуры пришлось демонтировать. Для нового образцом стали сооружения времен раннего христианства. Был выбран за основу, то есть подошел он в те параметры, в те размеры, которые существовали. Древняя базилика 4 века, которая развалена, находится в городе древнем Несебре, современной Болгарии. И потихонечку мы начали как бы это все достраивать в комплексе. И очень хочется прикоснуться к той эпохе, чтобы нам, современным христианам, вот внести в свою жизнь какой-то вот свежий воздух. Мы в планах строительства целого комплекса в раннехристианском стиле, в который войдут три храма. Есть много людей, которым нужна наша помощь и поддержка. Многие из них находятся под опекой государства, но не менее важна и помощь всех тех, кто готов поделиться своим временем и силами. Наша съемочная группа ездила вместе с волонтерами организации «Молодость неравнодушна» в одно из детских учреждений, чтобы больше узнать об их деятельности. Волонтерская организация «Молодость неравнодушна» была создана при Троицком и Унинском монастыре еще в 2006 году. Православная молодежь обменяла общая цель – помогать людям. Это и дети, это помощь бездомным, это дома престарелых, это адресная помощь, то есть просто помощь одиноким старикам. При монастыре действуют волонтерские курсы продолжительностью 9-10 месяцев после завершения, которых каждый выбирает направление своей деятельности. Обучение абсолютно бесплатное. Единственная плата – это что ребята во время обучения ездят абсолютно на все наши поездки. Основная задача этих волонтерских курсов – не сколько правильно научиться там помогать, сколько, наверное, больше найти себя. Наталья также обучалась волонтерской работе. Внутри было состояние, что все-таки этот курс должен быть не просто, что я проучусь и уйду, то есть все-таки он должен как-то закончиться каким-то делом. И буквально там на середине курса наша преподаватель сказала, что есть определенные там направления, где сейчас временно там координатор она ушла в декретный отпуск, то есть есть вакансия, скажем так, вакансия, да, и в общем-то я пошла. Уже около пяти лет она вместе с другими приезжает в специальное учреждение, к детям, лишенным родительской заботы, или из малообеспеченных и неблагополучных семей. Приходит этот день, та суббота, когда мы собираемся и едем к детям. То есть, как правило, эти все учреждения у нас либо так, чтобы было удобно добираться, это там либо Киев, Киевская область, мы просто приезжаем, да, чтобы провести это время с детям. Каждый раз волонтеры готовят для детей интересные занятия и игры, потому что дети ни секунды не сидят на месте. Мы делаем куклы-мотанки из ниточек. Ничего не шьем, просто завязываем узелки. У нас есть ниточки, клубочки, делаем вот такие разноцветные. Детки уже убежали с мотанками. Мы рисуем животных разных, дети выбирают, вот поэтапно рисуем и разукрашиваем. Мы сегодня решили красить ногти, у нас есть еще настольные игры, и мы еще решили, у нас есть покрывало, чтобы поиграть в разные игры, как улица Пушкина, дом Калатушкина, пианино, то есть вот такого разнообразного. Можно вспомнить, в принципе, игры все нашего детства. По словам волонтеров, детального плана программы нет. В основном они импровизируют, учитывая пожелания юных друзей. Очень классно, что когда ты приезжаешь, ты можешь, в принципе, проявить себя, какой-нибудь, как у тебя работает фантазия. Вот все, что угодно пришло в голову. Мы так обычно спектакли так ставили, и очень классно получалось. Дети всегда рады таким встречам. Рьяна узнает, что тут новое и развивает свои творческие способности. Сейчас я делаю сердечко, меня зовут Володя, живу в Полтаве. Я из Киева. Я делаю сейчас сердечко, мне тут очень нравится. Мне нравится, что верующие приехали. Мне нравится, что верующие приехали, с нами начали гулять, играть. Волонтеры сами получают незабываемые впечатления от общения с детьми и каждый раз убеждаются в необходимости своей работы. Я это называю детотерапией. То есть я приезжаю, дети улыбаются, все так хорошо, и свои заботы как-то уходят на второй план. Я в свое время, лет пять назад, переболел вирусным энцефалитом. Где-то полгода лежал, вообще не мог ходить, разговаривал с трудом по буквам. А потом так понемногу, понемногу начал ходить. Дети как-то захватывают, у них такая креативная энергия такая, она заряжает как-то еще. Говорят, дети лечат душу. Ты просто погружаешься от своих каких-то бытовых вопросов, можешь расслабиться, и потом оказывается, жизнь прекрасна. А в завершении съезда искренняя беседа за чашечкой ароматного чая. Кто желает присоединиться, того с радостью примут свою команду. А сейчас несколько слов о праздниках следующей седмицы. Итак, в церковном календаре будут такие памятные даты. В понедельник, 19 августа, 20-й праздник, преображение Господню. На следующий день чтим Киева-Печерского святого преподобного Пимена Многострадального. 21 августа день памяти еще одного Киева-Печерского преподобного иконописца Григория. Четверг, 22 августа, чтим апостола Матфея. Пятницу праздник в честь преподобного Саввы Старожевского. 24 августа церковь вспоминает святого Иоанна Затворника Святогорского. А в воскресенье, 25 августа, собор святых земли Шетоновской. И это все новости на сегодня. На этом мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего хорошего. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова